В этой постановке, подготовленной главным детским дворцом города, словно вся жизнь газеты, каждое поколение горожан получало свою. Если заглянуть в архив, можно увидеть и чеканные лозунги первых пятилеток, и тревожные сводки военных лет, сообщения о первых космических успехах. Люди, читавшие газетные полосы, видели в них свою жизнь. Это история, и, наверное, жизни города, история людей, история поколений, которые работали в газете. Это, на самом деле, срок 115 лет. Это очень серьезная заявка, заявка на то, чтобы все-таки в газете жить дальше, развиваться и являться рупором того, что сегодня делается в городе. Почетные грамоты сегодняшнему коллективу тагильского рабочего и специальному корреспонденту Людмиле Погодиной. И очень важная глава города пообещал помочь с ремонтом фасада здания. Поздравления и награды от городской думы и областного заксобрания. Все, что происходит в городе, происходит в семьях, чем живут наши семьи тагильчане, это все заботит наших журналистов, это все сопереживается журналистами. И не только это переживается, это все лучшее, и не только лучшее, а сегодняшнее, реальное. Все это профессионально находится в отражении в странице газеты. Вклад газеты в профилактику преступности, тесное информационное сотрудничество, отметил начальник тагильского управления МВД Ибрагим Абдулкадыров. Экс-директору Тагилпресс, куда входит и тагильский рабочий Сергею Ложкину, торжественно вручена ведомственная награда за полезное. Коллектив газеты, ее главный редактор Анжела Голубчикова и редактор Надежда Старкова, которая трудится здесь почти 40 лет, удостоены почетных грамот губернатора. Тагильский рабочий пережил многое, но сохранил и имя, и своих читателей, уверена ветеран тагильской журналистики Татьяна Кононова. Газета была и остается самой главной в Нижней Тагиле. Хотя в 90-е годы, вы помните, до полутора десятка выходило разных газет. Из них многие сразу называли себя городская газета. И где они сейчас? Тагильский рабочий выжил не только потому, что его поддерживала местная власть, а главное, что это всегда была журналистика факта. Нет такого ощущения, что бумажная газета все-таки устарела? Нет такого ощущения. Газета – это тренд сейчас. Я до сих пор читаю бумажные книги, варианты, но не могу привыкнуть к электронному. И таких, как я, но их, правда, много. Но, кстати, в газете даже есть читательский клуб небольшой. От областного творческого союза журналистов юбиляра поздравили Елена Овчинникова, в свое время руководитель Тагилпресса, от городской организации Елена Дроздова, коллеги из других СМИ Тагила. Журналистика в Нижнем Тагиле началась именно с газеты «Дагейские рабочие». И очень много талантливых людей, которые пришли в дальнейшем в электронные средства массовой информации, уже сейчас в диджитал, именно из «Дагейского рабочего». И это целая история, история не только газеты, но и города. Поэтому я всех нас вместе поздравляю с этой датой. Коллегам, конечно, желаю хороших новостей, хороших рекламодателей. Я хочу прочитать, который вписал сам Новоженов. В редакции собралась команда, команда профессионалов. И это не случайно. Ведь в коллективе редакции всегда работали и работают увлеченные своим делом люди, беспокойные и неравнодушные. Один из них – мой дядя Валерий Иванович Кузин, у которого я многому в жизни научился. Чтобы у газеты было будущее, нужны квалифицированные журналисты. И потому благотворительный фонд «Евросурал» предлагает принять участие в грантовом конкурсе для создания школы журналистского мастерства. Кстати, это уже не просто идея. По словам главреда, есть практически готовый проект. Он у нас готов был еще нашими коллегами-ветеранами. Мы его дорабатываем, делаем современным, потому что, понимаете, да, требования меняются. Мы туда вводим понятия и обучение в верстке. Газетные верстки практически не учат в городе никто. Это мы знаем. По себе таких специалистов найти трудно. Фото для газеты. То есть там какие-то специфические вещи. Вот этим мы дополним проект. И лишь бы нам пандемия не помешала его осуществить. Газета живет, пока есть читатель. Современные технологии и платформы расширяют аудиторию, добавляют к тагильскому рабочему оперативности. Есть мечта выходить чаще. Снова стать газетой ежедневной. Редактор субтитров А.Семкин